МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Общественные слушания по бюджету придется экономить. Красный октябрь могут закрыть завредные выбросы в атмосферу. Новые уголовные дела в отношении руководства муниципальных предприятий. Жители улицы Невской пытаются спасти от вырубки Каштановую аллею. В правительстве региона и областной думе начинается работа над бюджетом следующего года. Сегодня прошли общественные слушания по проекту казны. Избавиться от дефицита удастся не раньше 2017 года. Участникам бюджетного процесса придется искать источники доходов, а пока серьезно сократить расходы. Формирование проекта бюджетного городского области на 2015-2017 годы отширяется в беспрецедентном сложных мафроэкономических и геополитических условиях. Главой региональный продукт, являющийся основным показателем, определяющим собственные доходы региона, свидетельствующим об инвестиционном состоянии экономики области. В целях экономии структуру аппарата Волгоградской областной думы будут менять и оптимизировать. О сокращении штатной численности сотрудников ЗАГСобрания предположительно будет объявлено после принятия бюджета региона на следующий год. Аппарат областной думы может быть сокращен как минимум на 20%. То есть каждый пятый работник областной думы после получения письма счастья будет уволен. Металлургическому комбинату «Красный октябрь» запретили сливать сточные воды из цехов в Волгу. Межрайонная природоохранная прокуратура доказала в суде, что дождевые источные воды с комбината не очищаются и сливаются в Волгу. Ранее за это «Красный октябрь» уже был оштрафован. Суд также признал законным постановление Управления Росприроднадзора по Волгоградской области о штрафе в 100 тысяч рублей за отсутствие нормативов на размещение отходов производства. Продолжается также рассмотрение иска прокуратуры о полном запрете работы «Красного октября» за выброс в атмосферу вредных веществ. Деятельность ОАО «Производственного объединения Баррикады» как юридического лица прекращена. Завершены процедуры по реорганизации ОАО «ЦКБ Титан» и «Баррикад». В октябре эти два производства начали работу как единое предприятие под брендом «Титан». Как утверждают в пресс-службе «Титана» по инициативе работодателя, в результате реорганизации не был уволен ни один работник. Объединение будет выполнять гособоронзаказ в рамках государственной программы вооружений до 2020 года разрабатывать и производить новые виды военной техники. Возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора Волгограда «Автодора» Юрия Ступницкого и экс-руководителя МУП «Автокоммунтранс» Геннадия Решетова. По версии Волгоградской прокуратуры, они злоупотребляли полномочиями. Проверки показали, что указанными лицами самовольно назначали себе надбавки и выплаты денежному содержанию. При этом предприятия находились в предбокротном состоянии. Однако ущерб для таких предприятий составил в отношении Ступницкого более 280 тысяч рублей, в отношении «Автокоммунтранс» более 110 тысяч рублей. Без решения учредителя правительства региона на основании локального приказа, который он сам и подписал, Ступницкий получал дополнительные выплаты к своей зарплате. Это при том, что убыток Волгограда «Автодора» в 2013 году – 42 миллиона рублей. Бывший директор Волгоградского муниципального предприятия «Автокоммунтранс» Решетов подозревается в аналогичном преступлении. Он сам себе незаконно выписывал премии, а на предприятии в это время были финансовые проблемы. Кроме того, прокуратура Волгограда провела предупредительную работу, чтобы новые руководители не повторяли ошибки своих предшественников. За мошенничество с помещениями Волгоградского ЦУМа суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима бывшего заместителя территориального управления Росимущества Игоря Сафонова. Осужден и знакомый Сафонова Петр Бугай. На него были фиктивно оформлены помещения универмага. Используя служебное положение, Сафонов предложил помочь владельцам сохранить право собственности на здание за солидный откат. Передача части наличной суммы была зафиксирована сотрудниками полиции. Когда ЦУМ перешел из частной собственности в государственную, он оказался практически заброшенным. Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом Волгоградской области по решению суда обязано оформить охранное обязательство на здание ЦУМа. Кроме того, планируется реставрация объекта культурного и исторического наследия. В подвале Центрального универмага пленили штаб немецкой группировки войск в 1943 году. Во время сталинградских боев здание сильно пострадало. После войны было восстановлено в прежнем виде, в архитектуре, характерной для второй половины 30-х годов. ЦУМ Волгограда в советское время был одним из лучших в стране. Более ста жителей дома номер 6А по улице Невской в Волгограде направили сегодня жалобу в прокуратуру. Они просят остановить вырубку каштановой аллеи и проверить законность строительства. Ради него рабочие уничтожили уже шесть каштанов прямо под окнами жилого дома. Защищайте и оберегайте природу. И пусть ваше настроение будет на высоте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова